Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я вам расскажу про то, что случилось с моей стяжкой, которую я заливал два месяца назад. И про то, как функционирует теплый водяной пол. Для тех, кто не видел предыдущий ролик или уже забыл, напомню, что стяжку я заливал на новогодних праздниках. Перед этим я сначала раскатал трубу для водяного теплого пола и заливал стяжку с помощью пескобетонной смеси М300. Толщина стяжки у меня получилась 5,5 см и стяжку я лил в два дня. В первый день я залил первую половину комнаты и во второй день я залил вторую половину комнаты. На следующий день, после того, как я полностью залил всю комнату, я с помощью провила срезал все неровности со стяжки. И последующие пять дней с помощью воды я каждый день ее увлажнял. И, соответственно, укрыл ее обычной полиэтиленовой пленкой и оставил сохнуть на 28 дней. Но из-за того, что я начал заниматься вопросом внешней отделки, кто, кстати, не видел ролик, то ссылка будет в описании, к сожалению, я не смог проверить стяжку через 28 дней, а получилось у меня только дней примерно через 35 или 40. Но этого времени вполне достаточно для того, чтобы стяжка высохла и набралась прочности. Дело в том, что стяжка треснула. Но треснула она только посередине и только по маяку, который как раз разделял две стяжки, которые я заливал в первый и во второй день. Но, честно говоря, я не знаю, почему это произошло. Может быть, как раз это из-за того, что первую часть я заливал в первый день, а вторую часть во второй день. И первая стяжка уже успела высохнуть, но немного, вот на краях, и набрать какой-то прочности. А вторая стяжка, когда легла на нее, то они не соединились, и при высыхании пошла трещина. Но трещина небольшая, и по всей своей длине она, наверное, миллиметр или два, а то и меньше. Для того, чтобы понимать, будет ли она расширяться или нет, я одну часть замазывал плиточным клеем. И нет, уже месяц трещина как была, так и осталась. И, ну, в смысле, она не расширяется, что уже хорошо. Не знаю, насколько критично эта трещина или нет для стяжки, но, по сути, это же не несущая стяжка. Она просто играет роль теплоаккумулятора, и, в принципе, стяжка отлично справляется с своей задачей, и в комнате очень тепло. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас такой вопрос к моим зрителям. Что делать с этой трещиной? Может быть, ее чем-то обработать? Я видел в интернете, что трещина заливает клеем ПВА, и потом проходит плиточным клеем. Но, так как здесь трещина очень тонкая, то клей ПВА у меня туда залить не получится, если только, может быть, с помощью шприца. Но, не знаю, может быть, вообще просто ее оставить и ничего с ней не делать. Если у вас есть опыт решения такой проблемы, то, пожалуйста, напишите в комментариях... Дубль. Если у вас есть опыт или мысли по решению данной проблемы, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, наверное, самое главное, что стяжка не бухтит. Везде звук равномерный и одинаковый. И вот таким вот резиновым молотком я прошелся по всей площади комнаты. Как я уже говорил ранее, я не знаю, как влияет эта трещина на стяжку, но самое главное, что она справляется со своей работой. И сейчас я расскажу про то, как функционирует теплый пол. Напомню, что коллекторы для теплых полов на подачу и на обратку я делал сам. Паял я их из полипропиленовых труб и установил вот такие вот краны с вентилями для того, чтобы можно было отбалансировать каждую линию. Теплые водяные полы у меня в основном будут только на первом этаже, а на втором этаже только в санузле. Поэтому у меня получилось 8 контуров. Перед коллектором на подачу у меня установлен насос. Кстати, отдельное спасибо моим зрителям, которые в одном из предыдущих роликов про проблемы с газовым котлом заметили, что циркулирующий насос у меня установлен неверно. Но на тот момент он у меня не был запущен. Почему он стоял неверно? То есть вот этой частью он стоял вверх. Так устанавливать нельзя. Действительно, я посмотрел в интернете, что основная часть насоса должна находиться в горизонтальном положении. Поэтому перед запуском теплых полов я его развернул. Как я запускал теплый водяной пол на бетонную стяжку? Значит, самый первый запуск я осуществил примерно через 35-40 дней. Но это только из-за того, что я был занят вопросом внешней отделки. А так многие говорят, что после заливки стяжки пол можно запускать через 28 или 30 дней. Для того, чтобы стяжка нагревалась постепенно, я открывал винтель на контуре по полоборота каждые 2,5 часа. Но сейчас он у меня открыт максимум на 2,5 оборота. Этого достаточно, потому что температура теплоносителя на котле у меня стоит 66 градусов. И, соответственно, на теплые полы нельзя пускать температуру выше 60 градусов. И то это очень много. Ногам будет не очень комфортно. Поэтому я нашел для себя комфортное расположение вентиля. Это 2,5 оборота. Но это в моем только случае. И, соответственно, стяжка нагревается в районе 35 градусов. Кто-то из моих зрителей в предыдущем ролике про теплые полы спросил, как я буду балансировать систему и как вообще котел будет себя вести без смесительного узела. Но дело в том, что вся эта система функционирует уже месяц и никаких проблем нет. На котле выставлена температура, как я уже говорил, теплоносителя 65 градусов. Значит, насос у меня установлен и работает на самой первой скорости. А здесь я балансирую температуру теплоносителя в теплых полах с помощью вентиля. И, соответственно, буду так же делать на других контурах. Но для того, чтобы понимать, какая температура, здесь два варианта есть. Либо просто по ощущениям пробовать и уже открывать или закрывать, либо как я с помощью лазерного термометра. Вот с помощью такого термометра я замерял температуру стяжки. Сейчас по всей поверхности стяжка 32 градуса. Но это с учетом того, что котел выключился примерно 40, может быть, 50 минут назад. Соответственно, оно начало остывать. А так здесь температура в стяжке по всему периметру держится 35 градусов. Через неделю после того, как я запустил теплые полы, я понял, что в комнате очень жарко. И я перекрыл оба радиатора, которые здесь есть. Один здесь, значит, на 8 секций, второй на 4 секции. Ну, соответственно, один возле большого окна, другой возле маленького окна. И все равно здесь намного теплее, чем в других комнатах. То есть, когда в комнате, там, где у меня стоит термостат, или вообще в других комнатах, температура в помещении 24 градуса, то здесь температура на 2,5 или 3 градуса выше. То есть, вот в последний раз, когда я начал снимать ролик, смотрел, сравнивал температуру, то в коридоре была 24 градуса, ну, соответственно, в других комнатах. А здесь была 27 градусов. Поэтому я делаю вывод, что даже несмотря на трещину, стяжка вполне справляется своей работой и выполняет свою функцию. Ну, а что же я буду делать дальше со стяжкой? Ну, в самую первую очередь, я ее хочу немного шлифануть, убрать небольшие неровности и, так скажем, провести ее в более презентабильный вид. Для этого я уже заказал специальную насадку для болгарки, которая будет удалять всю пыль сразу в пылесос. И мне остается купить только алмазную чашу для шлифования бетона. И, соответственно, подумать, что же делать все-таки с этой трещиной. Здесь я еще почитаю информацию в интернете и надеюсь на ваши советы в комментариях. Трубу для теплого водяного пола на всю необходимую мне площадь я купил сразу, поэтому я теперь не переживаю на тему, что цены на трубу вырастут, и это будет уже намного дороже в связи с последними событиями. Поэтому мне теперь нужно будет просто закупать пескобетон, кстати, который тоже уже подорожал на 30 рублей с момента того, как я заливал эту стяжку. Но я, конечно, не буду сейчас там все это скупать, как делают многие. Ну, уже буду по факту, наверное, либо закупать по чуть-чуть и привозить сам, либо по факту уже в конце, когда я буду точно знать, что вот мне нужен такой-то объем пескобетона на эту комнату, то буду заказывать доставку. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что данный выпуск был интересен, а кому-то даже и полезен. С вами был Вадим, проект 22сотки. До новых встреч!